Пенчанин Игорь Невр привык держать себя в форме. Выйдя на военную пенсию, многое поменял в своей жизни. Однако регулярные занятия спортом остались неизменными. В приоритете – лыжи. Чтобы летом не терять практику, спортсмены присоветовали лыжероллеры. И чтобы техника совершенствовалась, даже летом лыжероллеры позволяют оставлять и технику, и движение, и скорость, и выносливость. Как и другие его коллеги по увлечению, этот пинский спортсмен-любитель последние три года минимум два раза в неделю приходит тренироваться на открытую спортивную площадку Полесского университета. В 2007 году здесь построили асфальтированную дорожку длиной 900 метров. Она витиеватая, есть подъемы и спуски, и, как отмечает Игорь Невр, подходит для катания на лыжероллерах. При этом не все так гладко, как хотелось бы, в прямом смысле слова. Тренировки, скажу, такие, что не сильно совершенные. Почему? Потому что трасса в Ибанах, в Извилинах, и два года уже пытаются ее сделать. Обращались и не единожды с марта месяца и к ректору, и к замректору по хозчасти. Четыре-пять раз в они все делается, создается группа, создается приказ. Выйдем, посмотрим. Вот жены не там. Хотя здесь уровень работы загладить, я думаю, за день. Буквально, наверное, неделю назад, если обратите внимание, уже заделали бетоном. Ну, заделали без шлифовки, без ничего. Университеты с такой позицией не согласны. По словам проректора по административно-хозяйственной части, университетская комиссия постоянно мониторит состояние всей своей материально-технической базы. Если возникает необходимость ремонта, то он вносится в план, составляется смета, работы проводятся на время каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Именно этот объект был осмотрен неоднократно. Обращения по поводу состояния асфальтобетонного покрытия поступали. Поступали неоднократно. Мы со своей стороны выполняли текущие ремонты. Даже вплоть до того, что с одним гражданином мы вместе обследовали, посмотрели. Мы как специалисты, он как специалист в своей области спортивной, мы посмотрели, мы выполнили все те требования, которые предъявляются к этому объекту. На данный момент покрытие, асфальтобетонное покрытие объекта находится в удовлетворительном состоянии. Что касается мелких недочетов, выявленных в ходе последнего обследования, на которое обращает внимание Игорь Невр, то их при наличии средств планируют устранить в июле. А вообще, любителям спорта сотрудники университета напоминают о прямом назначении этой дороги, которая по факту никогда не являлась и не является лыжероллерной трассой и предназначена в первую очередь для занятий студентов. Данный объект используется в учебном процессе интенсивно для обучения скандинавской ходьбе. Также, кроме того, мы, университет, не препятствуют даже за то, чтобы жители города и гости города Пинска приходили на данный объект на этой территории. Можно и на велосипеде покататься, можно даже использовать нынешние модные у подростков самокаты. Кто хочет, может на роликах покататься. Все это совершенно бесплатно и практически в любое время. Главное условие – не мешать учебным занятиям и соблюдать технику безопасности. В случае же возникновения у горожан замечаний и предложений по состоянию спортивных объектов университета, руководство вуза может их принять во внимание и усовершенствовать объект при наличии такой возможности.